Девушки отдыхают Ну, в общем, про спецодежду Ну, понял, понял Вы хотите продолжить начатый разговор? Да, мы уже выяснили с вами, в чем батюшка ходит на улице В рясе и подряснике А теперь хотим узнать, что на нем надето во время литургии Ну что ж, давайте перечислим На этом богослужении священник должен быть в полном богослужебном облачении Оно включает в себя подрясник, подризник, поручи, епитрахиль, пояс, филонь Наперстный крест Ого, большую часть слов не понял вообще Это на каком языке? Подрясник, подризник Я только пояс поняла И крест, и все А я еще вспомнил про наперстный Это вы рассказывали, что его носят на персях На груди, значит А про остальное... О, это я еще вам не все назвал У архиереев есть еще сакас, омофор, митра Хватит, хватит, хватит Про это в другой раз расскажете Среди церковных слов много греческих, которые кажутся нам непонятными Но действительно, не будем углубляться Остановимся для начала на основных элементах облачения батюшки Остановимся Так вот, богослужебные облачения называют ризами Это древнерусское слово, которое как раз и значит одежда, облачение А то, что подризами... Подризник? Ха! Да Перед литургией священник снимает рясу и надевает поверх подрясника подризник Длинную до пят, белую или желтую одежду с узкими рукавами Но ее же не видно Да, почти не видно Но, Фома, священник надевает одежду не для того, чтобы покрасоваться перед нами А для того, чтобы явить собой образ Христа Ага, вы говорили, что там каждый этот элемент одежды – облачение То есть, что-то значит Да Так вот, дальше батюшка надевает поручи Ну-ка догадайтесь, где они закрепляются? Поручи? На руках? Правильно Это нарукавники в форме трапеции – полосы плотной материи, на которых изображен крест Они застегиваются на запястьях и стягиваются шнуром А зачем они? Символ чего-то? Поручи – символ божьей силы, крепости и мудрости, которые даруются священнослужителям для совершения божественных таинств Вот это да! Еще один элемент облачения – епитрахиль Епитрахиль? Такое сложное слово По-гречески примерно переводится «то, что на шее» Потому что оно… он… она на шею надевается, да? Да! Это длинная лента, которая охватывает шею и обоими концами спускается на грудь Спереди епитрахиль сшита или скреплена пуговицами А у нее какое значение? Епитрахиль – символ того, что священнику в таинстве священства была дарована особая благодать Что он может делать то, чего другие не могут? Ну, таинства всякие совершать Крестить, исповедовать, причащать, да? Это ведь этой епитрахилью голову накрывают, когда исповедуешься, и тебе грехи Бог отпускает Именно! Без епитрахили священник и архиерей не имеют права совершать богослужения Давайте дальше, дядя Миша! А дальше пояс Он надевается поверх подвизника и эпитрахили Плотная полоска материи, в середине пояса крест, а по концам длинные ленты, которыми он закрепляется на пояснице Ну, пояс-то, наверное, просто так, чтобы одежду держать? Нет, не просто так Он тоже символ Когда Христос омывал ноги своим ученикам на Тайной Вечере, он был опоясан полотенцем А-а-а! И пояс у батюшки тоже как-то полотенце? Напоминание о нем Вообще, пояс в обиходе священнослужителей – символ крепости, силы, власти, готовности к служению Надо же! Дядя Миша, а про самую большую одежду батюшки вы еще не рассказали, которая сверху Необычная такая, плащ-не плащ, как будто к окону бабочки Это, наверное, та, которая на букву Ф начинается Забыл Филонь Точно, филонь! Длинная накидка спереди доходит до пояса, со спины до пят Прорезь для головы, вокруг плеч жесткая, без рукавов Она! Точно! Вот у нее, наверное, много всяких символов Ты права! Четыре полосы – четыре Евангелия, а также благодать, сила и премудрость, которые подарены священнику, совершающему таинство На спине в верхней части Филони – знамение креста, ближе к подолу – восьмиконечная звезда А они что значат? Ветхий завет «звезда» и новый завет «крест» как бы соединяются в своей благодати Звезда и крест Филонь поднимается обеими руками во время священной действия Руки священника раскрываются, как крылья ангела Филонь означает высшую силу и просвещение Святого Духа И много еще всего Да, правда много! Вообще, когда священник перед богослужением облачается в ризы, он как бы уже и не совсем обычным человеком становится, а являет собой образ Христа Вот это да! Мы теперь внимательно будем смотреть на батюшку в храме Спасибо, доктор! Спасибо! До свидания! Пока, Алтай! Счастливо, ребята! Всего вам доброго! Познаем мир с Верой и Фомой Редактор субтитров А.Семкин